Здравствуйте, друзья! Эфириум впервые в этом году превзошел биткоин. Это говорит мне о том, что мы находимся во второй фазе бычьего рынка. И что же будет дальше? Похоже, что после эфириума очередь за крупнокалиберными альткоинами, то есть монетами с большой рыночной капитализацией. Прежде всего, посмотри на этот график от L CryptoProof. На этом графике показана общая капитализация альткоинов без биткоина. И как мы видим, с ноября 2021 года она только и делала, что падала. Однако затем, приблизительно в апреле этого года, была неудачная попытка прорыва из этого падающего клина. После того, как вот здесь мы все-таки пробили основное сопротивление этого клина и получили подтверждение в виде этого ретеста, альткоины наконец начали расти. Основная линия сопротивления всего медвежьего рынка была превращена в поддержку, что открыло дорогу до уровней, которых мы не видели с марта 2022 года. Тогда общая капитализация альткоинов без учета биткоина составляла 1,23 триллиона долларов. Тогда, 28 марта, эфириум находился на уровне 3500 долларов. В настоящее время он значительно отстает от этой отметки и сегодня находится на уровне 2300, что на 33% меньше. Солана в то время стоила около 139 долларов, что на 47% ниже, чем сейчас. Матик тогда стоил практически вдвое больше, чем сегодня. И куча других монет тоже стоила значительно больше. И зачем мы на это смотрим? Дело в том, что как только на рынке наступит подходящий момент, некоторые из этих монет с большой рыночной капитализацией, основываясь на потоке капитала из биткоина в эфириум, а затем из эфириума в монеты с большой рыночной капитализацией, могут вернуться к этим предыдущим уровням. Эфириум, Солана, Матик и другие. Это не гарантировано, но если рыночная капитализация альткоинов вернется к мартовским отметкам, то и крупнокалиберные альткоины вернутся к своим мартовским отметкам. Когда это произойдет? Это зависит от биткоина. Если он сейчас перейдет в коррекцию, то естественно это произойдет позже. От этой зоны сопротивления, которая у нас сейчас есть, возвращение обратно к зоне поддержки вот здесь, а затем продолжение роста, пробитие этой зоны сопротивления и турборежим до новых исторических пиков. Такой сценарий будет особенно реалистичен, если принятие биткоина ETF в США снова будет отложено сек в январе 2024 года. Кстати, в пользу необходимости коррекции говорит и эта диаграмма. Обрати внимание на этот момент, который обозначен цифрой 1. Здесь в синий график нереализованных прибыли и убытков биткоина достиг дна. Затем он рос до диапазона веры. Этот пик синего графика находился на уровне 53,16% и он обозначен восклицательным знаком. Затем график ушел вниз, что привело к небольшой коррекции биткоина. Вот здесь 758 долларов до 552. Еще одна похожая ситуация от двойки до очередного восклицательного знака. Тогда пик этого синего графика составил 61,6%, после чего он упал, а биткоин перешел в коррекцию. Биткоин тогда откорректировался с 13 026 долларов до 5 143 долларов. И здесь небольшое уточнение. Как мы видим, падение было достаточно умеренным, однако оно закончилось флэш-крэшем вот здесь, из-за коронавирусной пандемии. И, наконец, последний пример. Сейчас от трех до восклицательного знака. Синий график зашел на территорию веры и достиг пиков 51,73%. Пик биткоина здесь составил 44 102 доллара. Именно поэтому нужно быть осторожным сейчас. Возможная коррекция биткоина отложит этот путь на некоторое время, но он продолжится после того, как биткоин продолжит рост. И когда мы с тобой говорили о росте биткоина, мы заметили, что он был продиктован фьючерсными и кредитными позициями институциональных инвесторов, а розница практически не интересовалась биткоином. Но сейчас ситуация несколько изменилась. Как мы видим, интерес к биткоину в гугл-трендах вырос. Также он вырос и к альткоинам. Впрочем, до пиков прошлого бычьего рынка вот здесь и вот здесь нам все еще далеко. А это значит, что все коррекции, которые мы сейчас увидим, это всего лишь коррекции, а не начало новой медвежки. Ведь новой крови все еще слишком мало, а большие дяди хотят побрить как можно больше людей. Сравни вот пики интереса на прошлом бычьем рынке и вот пики цены на прошлом бычьем рынке. Также сравни дно интереса вот здесь и дно цены вот здесь. О чем это говорит? Люди очень интересуются биткоином, когда он около своего исторического пика и совсем не заинтересованы в его покупке, когда биткоин практически на дне цикла. А значит правило для меня неизменно. Чем выше розничный интерес к биткоину, тем больше мне хочется фиксировать прибыли. И наоборот, чем ниже интерес к биткоину, тем больше хочется его накапливать. И за неделю розничный интерес к биткоину вырос на 74%, а к альткоинам на 120%. Почему сейчас розничный интерес к альткоинам растет даже больше, чем к биткоину? И что это за розничные инвесторы вообще? По большей части на это влияет DeFi сообщество в Твиттере, о чем мы говорили в одном из прошлых видео. О том, как сначала люди интересуются крупными альткоинами, а затем думая, что уже опоздали на рост, переходят к токенам их DeFi экосистемы. Твиттер, платформы криптовалютных бирж, аудитории бирж – это очень важный показатель того, насколько высок интерес к криптовалюте. Новые люди гуглят, ищут информацию, хотят попасть в это пространство. Вот почему и криптовалютные каналы взрываются, когда бычьи рынки подходят к своим пикам. Битбой Крипто, который переименовался. Во время прошлого бычьего рынка на него подписывались 200 тысяч человек в месяц. Альткоин Дейли тоже приобрел огромное количество аудитории на бычьем рынке. То же самое можно сказать про ММ Крипто и другие крупные криптоканалы. И напротив, на дне биткоина аудитория не то что не подписывается, она даже отписывается. Посмотри, ежемесячные отписки минус 1000 человек. Хочу показать тебе кое-что интересное на примере моего канала. Просто сравни рост подписчиков и график цены биткоина. Я уже сравнил это. Посмотри, как два всплеска роста подписчиков на канале идеально совпадают с всплеском цены биткоина до исторических пиков. Затем длительная стагнация цены биткоина приводит к тому, что никто не интересуется криптовалютой и роста канала практически нет. И только в последние два месяца, когда цена выскочила из этого диапазона медвежьего накопления, мы видим какой-то рост аудитории. Но его пока что очень сложно сравнивать с вот этими пиками вот здесь. Это, кстати, достаточно хороший показатель для цены биткоина. Все еще есть место для роста. Давай возьмем два периода. Период, когда биткоин был близок к историческим пикам и когда он находился в медвежьем рынке. Как ты видишь на бычьем рынке, когда биткоин был близок к историческим пикам, на мой канал подписалось 200 тысяч человек. А вот медвежий рынок завершился для моего канала ростом на 1300 человек. Это было очень сложно. Это стоило мне громаднейших усилий. Итак, когда мы видим такой безудержный рост аудитории на всех криптоканалах, криптоплощадках, криптовалютных биржах, знай, пик рынка уже близко. Учитывая, что взрывного роста YouTube каналов все еще не происходит, за этим ростом стоит не YouTube. Его действительно питает DeFi сообщество Twitter. Возвращаясь к альткоинам, мы уже видели солидный памп биткоина. Фаза номер два – это накачка эфириума. И мы видим, что за последнюю неделю эфириум действительно начал превосходить биткоин. В то время, когда биткоин топчется на месте, эфириум начал расти. И если рынок, как мы говорили, действительно диктуется DeFi сообществом, то затем и large caps монеты будут расти. Cardano, Solano, Matic, Avalanche, Chainlink и другие. После чего капитал будет распределяться по токенам их экосистем, по токенам с маленькой рыночной капитализацией. Это произойдет сразу же после того, как крупные альткоины переживут так называемые blow-off топы. Финальные, самые взрывные и вертикальные рывки вверх. Затем альткоины с мелкой капитализацией будут похожи на ракеты. Воздух запахнет эйфорией. А каждый инвестор почувствует себя гением и захлебнется в жадности, которая его и погубит. Другие же, кто до конца не верил в этот рост, купят ближе к пику, окончательно уверовав в него. То есть рынок зайдет в фазу веры и послужит выходной ликвидностью для тех, кто будет фиксировать прибыли. И угадай что? Рынок уже зашел в фазу веры. Вернемся к этому графику. И мы видим, что этот синий график зашел в этот оранжевый диапазон. Он называется диапазон belief, то есть веры. Когда мелкие альткоины повзрываются, мы будем в диапазоне эйфории и жадности. И как ты видишь, этому синему графику до этого диапазона осталось не так уж и много. Каждый раз, когда этот синий график заходил в эту зону эйфории, вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь, цена биткоина достигала пика. Вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Здесь окончательного пика, бычьего рынка, после которого начинался длительный затяжной медвежий. Более того, как мы уже говорили, вхождение этого графика даже в зону веры уже рискованно. Уже повод задуматься о том, чтобы фиксировать прибыли, особенно если на основных монетах ты уже успел заработать иксы. Об этом мы и говорили в начале видео, не нужно жадничать. Очень важно забрать хотя бы свои вложения, чтобы полностью обнулить риски и их потерять. Но кроме этого, я бы не выходил из биткоина полностью, даже ожидая коррекции. Я всегда должен быть в биткоине, особенно на бычьем рынке. У меня всегда есть спотовая позиция, которую я держу уже годами. И что самое интересное, чем больше проходит лет, тем я спокойнее. Ведь какая разница, насколько там откорректируется биткоин? 44 тысяч долларов до 31 тысячи долларов? Неважно, если у меня позиция с тех пор, когда он стоил 3 тысячи долларов, 5 тысяч долларов и даже 20 тысяч долларов. Это сила долгосрочного инвестирования. В любом случае, очень важно следовать плану выхода из рынка, а не эмоциональному фону. Когда ты играл в видеоигры, когда ты играл в Skyrim, Half-Life, что ты делал всегда? Ты всегда нажимал F5, ты всегда быстро сохранялся. В криптовалюте F5 и быстрое сохранение – это фиксация половины прибыли тогда, когда твои инвестиции дали X2. Ты сохранился, ты больше не потеряешь свои деньги, и ты останешься в позиции на рынке. Что очень-очень важно. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok